Российский канал Сегодня в Даугавпилсе чествовали ветеранов 65 участников войны получили материальную помощь и поздравительные письма За церемонией вручения подарков наблюдала Людмила Кузьмина Если бы фашизм не был повержен, не было бы ни современной Европы, ни Латвии отметил, открывая встречу депутат Сейма от Запчел Яков Плинер По плану ОС, часть латышей подлежала уничтожению, часть анемечиванию и остальные переселению в северные районы России И только благодаря фронтовикам вся Европа отмечает сегодня 65-ю весну без войны Однако в стране европейского содружества они на особом счету Их предпочитают не замечать И восьмое, и девятое для Латвии, как и для Европы, и для всего мира большой праздник И очень жаль, что Латвия как государство 9 мая, День Победы, не отмечает Жаль, что у нас чествуются и льготами наделены легионеры в АФНСС А бойцы антигитеровской коалиции нередко называются мигрантами, оккупантами Никакие льготы от Латвии, к сожалению, им не положено Мне, к депутату парламента, стыдно за наше государство Помощь московского правительства, это около 6 тысяч латов адресовано самым нуждающимся латвийским ветеранам чьи пенсии не превышают 100-140 латов Больные и немощные, они по-прежнему в строю С годами их становится все меньше, но как и во времена своей фронтовой юности во имя Победы, они не постоят за ценой Раньше у нас было ветеранам во всем городе 23 тысячи В настоящее время в живых осталось только около двух тысяч И которые имеют возраст свыше 80 лет Есть некоторые сегодня даже присутствующие, которые пришли получить помощь по 93-95 лет Слава им и честь им за то, что они еще живы, что они еще могут рассказать о войне Помощь получат еще 100 ветеранов, жители Резакна, Зилупа, Лея, Пае и Венспилса 8 мая подарки ждут 120 участников битвы под Москвой В этот день в Доме Москвы пройдет конкурс школьных сочинений Больше 200 лауреатов будет у нас в Доме Москвы Каждый получит подарок, книжку Пригласим ветеранов, пригласим не просто ветеранов, а героев этих произведений О которых детишки писали, о своих родственниках, о своих дедушках, прадедушках, о своих соседях Участию в конкурсе приглашены ученики с 1 по 11 класса со всей Латвии Людмила Кузьмина, Александр Христов, Белогубец, Первый Балтийский канал Продолжаем наш выпуск